Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Округлили, в Барнауле определили новую стоимость проезда в общественном транспорте, когда и насколько он подорожает. Обжалобанию не подлежит. Суд оставил без изменения приговор учительницы, которые осудили за гибель детей на ЖД-переезде. 11 тысяч встречающих краевую столицу посетил сегодня российский Дед Мороз. Начнем выпуск с оперативного предупреждения МЧС «Края» об аномальной волне холода. С 27 по 29 ноября в регионе ожидаются 40-градусные морозы. Спасатели призывают водителей по возможности отказаться от дальних поездок. На трассах нашего региона не планируют разворачивать пункты обогрева, в отличие, к примеру, от других сибирских территорий. Так, в Томской области, сообщает сайт «Рамблер.ру», из-за аномальных холодов МЧС оборудует сразу 90 точек обогрева. В стационарные, в кафе, в кемпингах, в подвижные, в автобусах и грузовиках. Также там спасатели будут патрулировать самые сложные участки. Более 150 пунктов появятся и в Новосибирской области. А водителям, которые окажутся в трудной ситуации на дорогах нашего края, в МЧС рекомендовали звонить на единый номер службы спасения 112. В Барнауле в случае происшествия и заморозов звонить также можно на номера телефонов диспетчерских служб. Такие будут работать в каждом районе города. Стоимость проезда в общественном транспорте увеличится с 1 января. Вместо 28 рублей мы будем платить 30. Хотя перевозчики просили поднять цены хотя бы до 34. Но на заседании Координационного совета по ценообразованию приняли компромиссное решение. По единому проездному стоимость поездки увеличится на рубль и составит 24 рубля. Также по рублю подорожает проезд для школьников, студентов и пенсионеров. По электронному кошельку проезд станет дороже на 2 рубля. А вот для тех, кто живет в пригороде, есть хорошая новость. На сегодняшнем заседании принято очень важное решение. Оно озвучено. По поручению главы были убраны тарифные участки для пригорода. И теперь люди, которые платили и до 60 рублей дополнительно, они будут платить по общей системе городских тарифов. Добавим, что увеличение стоимости проезда, вероятнее всего, не отразится на качестве предоставляемых услуг, а лишь позволит и дальше существовать компаниям, которые сейчас на рынке. Не стоит говорить и о новом транспорте, ведь на его покупку необходимо очень много денег. И двумя рублями здесь не обойтись. И сразу хочу оговориться, потому что много поступает вопросов. Не заложены были, конечно, именно приобретение новых автобусов, трамваев, троллейбусов. Сегодня были озвучены все эти цены. Это 60-70 миллионов трамвай, троллейбус, автобус. Все это очень дорого. И, конечно, если переложить на тариф, сразу вот это невозможно. Учительница, из-за которой погибли дети на железнодорожном переезде, считает, что ее приговор 5,5 лет слишком суров. Напомним, год назад в Тальменском районе женщина решила подвезти учеников до дома. Для троих детей это был последний путь. На переезде в машину учительницы врезался поезд. Сегодня женщина пыталась обжаловать приговор в краевом суде. Чем закончилось заседание, расскажет Ирина Корчагина. Отчество как у вас? Александра. Александра у нас. А дата рождения у вас? Куда ехала бы? Всех этих людей объединила одна трагедия. Они похоронили своих детей. В ноябре прошлого года в Тальменском районе учительница Анна Деринг решила подвезти детей из школы до дома. Женщина выехала на пути, когда уже загорелся, запрещающий сигнал. Столкновения избежать не удалось. Трое детей погибли на месте. Вот он с батиком. А это вот перед гибелью. Буквально сентябрь, ноябрь он погиб. Он месяц не дожил до 10 лет. Очевидцы говорят, что в руках у Деринг был телефон. В этой аварии кроме нее еще выжил мальчик. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ранее Тальменский суд приговорил женщину к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но учительница считает, что приговор за смерть троих детей несправедливый и суровый. В апелляционной жалобе она попросилась в колонию поселения. Она ни разу не позвонила, не попросила ни прощения, ни сожаления. Когда уже начали заседания, она мимо нас проходила. Когда мы уже на суде все говорили, что она никому не звонила, ничего, потом на следующее заседание она пришла, можно я прощения попрошу, по бумажке зачитала. Она должна вот отсюда идти, а не с бумажки. Я перед вами виновата. Я совершила ошибку, за которую мне очень стыдно и больно. Кстати, только в 2021 году Деринг 11 раз оштрафовали за превышение скорости. Сегодня в суде апелляционной инстанции она присутствовала по видеосвязи. Приговор Тальминского районного суда Алтайского края от 19 сентября 2022 года в отношении Деринг Анны Александровны оставить без изменения апелляционную жалобу осужденной без удовлетворения. Улучшить качество своей жизни учительница еще может через сутка соционной инстанции. А вот жизнь этих людей в каком-то смысле уже оборвалась. Каждый день родители ездят на работу через тот самый переезд, где погибли их дети. Уже будет год, как их нет. Она нас в покое не может оставить. Она забрала покой и здоровье всей семьи. Ни одной семьи, трех семей. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Другим темам. Бюджет края с предельным дефицитом приняли сегодня алтайские парламентарии. Второе чтение законопроекта прошло уже более спокойно. Некоторые поправки фракции к ноябрьскому рассмотрению учли. Однако довольны остались не все. Тех, кто одобрил документ, было всего в половину больше, чем противников. Как прошло заседание и какие еще важные решения сегодня приняли, расскажут мои коллеги. 13,5 миллиардов рублей – предельный дефицит краевого бюджета на следующий год. Ко второму чтению разработчики учли 5 миллиардов федеральной помощи. Доходы бюджета – 144,5 миллиардов, расходы – 158. И отзыв одного из парламентариев, что региону придется рассчитывать на себя. Фракция ЛДПР поддержит, наверное, один из лучших бюджетов края по собственным доходам. И, наверное, один из худших бюджетов в части его роста к предыдущему году. Из предложений либерал-демократов учли доходы за счет акцизов и изменения плана приватизации. Ко второму чтению Минфин обработал 131 поправку от фракции. Корректировки обошлись 8 миллиардов из 13 возможных. Практически на 5 миллиардов учтены поправки депутатов наших по различным отраслям бюджета. В том числе на 1,2 миллиарда увеличатся расходы на отрасли здравоохранения. Единства среди коммунистов вновь не было. А часть фракции назвала бюджет слабым. С недостаточными тратами на социальную сферу, ЖКХ, нациэкономику. Это политическая позиция. Я же слышу ее. Вот фракция КПРФ высказывает позицию. Ну, как бы, позиция основана на отрицании. Мы не принимаем бюджет в первом чтении. А что в первом чтении не принимать? Что у нас? Посчитали все доходы, их будет вот столько. Прогнозы сделали. Федеральными бизнесами согласовали. Счетная палата посмотрела. Ну, если столько доходов, то их столько. Говорят, уважаемые коллеги, что соцполитика расходов уменьшили. Отвечаем. Да, уменьшили. Да, мы недополучим систему краевого бюджета 6,9 миллиардов рублей. Их получит система пенсионного обеспечения, которая будет выплачивать универсальное пособие. Справедливоросы предпочли воздержаться. Фракции высказались по очереди и проголосовали. За 38 против 19 и 4 воздержавшихся. Бюджет принят. Анастасия Дроган, Андрей Печоркин. День с толком. Детский суицид молодеет. По словам психиатров, из жизни чаще самостоятельно уходят не подростки 16 и 17 лет, которые страдают от неразделенной любви и прочих юношеских проблем. Что удивительно, чаще заканчивают жизнь самоубийством дети от 10 до 13. Непростую тему накануне обсуждали в Барнауле. Передаю слово Ирине Корчагиной. Все мы родом из детства, и эти люди как никто знают об этом. В стенах медуниверситета сегодня обсуждают вопросы детской психиатрии и наркологии. Лучшие психиатры нескольких регионов, более ста экспертов. В таком формате врачи обмениваются опытом. Очень важно именно как можно раньше приступить к этому процессу, до того, как ребенок пошел в школу и так далее. К сожалению, может выявиться какой-то случай, когда вдруг родители обнаруживают, что ребенку идти в школу, а он не приспособлен ни к чему. Хотя это нужно было обращать внимание еще в два годика. Одна из непростых тем, которая прозвучала сегодня – детский суицид. По словам врачей, в последние годы чаще всего его фиксируют среди детей в возрасте от 10 до 13 лет. И когда психиатры начинают разбираться, то оказывается, что ребенок долго находился в депрессии. Только это никто не замечал. Важно фиксировать в регистре суицидального поведения не только суицидальные попытки, суициды, суицидальные намерения, высказывания, самоповреждения в том числе. Потому что каждая из этих форм суицидального поведения может являться фактором, который может спровоцировать суицидальную попытку. По своему опыту алтайские специалисты говорят, что многие расстройства поддаются лечению, если с проблемой действительно работать. Сегодня в краевом психоневрологическом диспансере наблюдается около 20 тысяч детей. От нуля до 17 лет. И среди них много так называемых жертв гаджетов. Если раньше мама с ребенком садилась, они вместе рисовали, вместе что-то лепили, они не просто же молча это все происходит, происходит между. А здесь, когда мама сидит в своем телефоне, ребенок сидит в своем каком-то гаджете, нарушается общение. То есть близкого общения с родителями уже не получается. И поэтому, когда нужна будет поддержка от родителей, ребенок, ему сложнее будет обратиться за помощью к своим родителям. Часто родители боятся, что ребенок после похода к психологу может испортить свое будущее. Не получить права или разрешения на оружие врачи заверяют – это миф. А вот по-настоящему испортить себе будущее можно, не разрешив психологические проблемы в детстве. По словам специалистов, большинство психических расстройств у взрослых корнями уходит в детство. Три юных героя из Алтайского края сегодня получили свои награды за смелость, проявленную при спасении детей. Один из них вынес девочку из пожара, два других спасли тонувших. Каждый герой получил две награды – от МЧС России и медаль за проявленное мужество от Совета Федерации. О награждении ходатайствовал сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев, и он же сегодня вручил награды детям на сессии Краевого парламента. На церемонии побывала и наша съемочная группа. За проявленное мужество – так гордо звучит награда, которую вручали сегодня на сессии АКЗС героям-подросткам, спасших детей в опасной ситуации. За спасение человеческой жизни награждается памятной медалью Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за проявленное мужество Александр Алексеевич Капеллист. История Саши из Мейногорска пробирает до дрожжи. Этим летом он отдыхал вместе с родителями на берегу водоема в Барановке. Мальчик увидел, что начала тонуть пятилетняя девочка. Он бросился к ней на помощь. Я заметил девочку, как из-под нее круг улетел. Подплыл к ней сзади, обхватил ее, чтобы она сильно не тонула. Круг плыл в мою сторону еще, с которого она улетела. Я схватил ее за руку, закинул на этот круг. Дальше заставил ее до берега, где нас встретили. Во время этого она мне еще сказала, не отпускай меня. И Саша девочку не отпустил. Он смог доставить ее живой на берег родителям. Сегодня юноша вдохновляется работой настоящих спасателей в МЧС города, куда ребят привели на экскурсию. Кстати, там в своих рядах мальчика уже ждут. Смотришь на него и думаешь, вроде вот еще недавно было, а сегодня он уже две медали имеет. Причем не простые медали, а правительственные медали. 15-летний Илья из села Староалейская спас маленькую девочку из горящего дома. Мальчишки играли на улице, в то время как в частный дом попала молния. Вдруг ушел в магазин, и я пошел посмотреть, пошел, нет, а там дым. И Сашка, его сестра маленькая, убежала в комнату. Я достал ее, ну, за руку потянул на улицу, вывел, взял два ведра и полил на кровать. И пошел с соседем, сказал, типа, пожарных надо вызывать. Страха не было, просто была цель. Тимофей из Барнаула, купаясь с друзьями на протоке Аби в селе Бобровка, тоже первым пришел на помощь девочке. Мальчик несколько раз нырял под воду и поднял ребенка уже со дна реки. На берегу на помощь позвал взрослых. Они и помогли реанимировать пострадавшую. Медаль за проявленное мужество Тимофею вручили в Совете Федерации в Москве, где награждали юных героев со всех регионов России. Распоряжением председателя Совета Федерации медалью за проявленное мужество награждается Тимофей Миронов. А в Барнауле сегодня на сессии АКЗС чествовали всех мальчиков. О награждении медалью Совета Федерации за проявленное мужество ходатайствовал сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев. Они на самом деле совершили сильный, мужественный, хороший поступок с гражданским оттенком, с очень хорошим. Понимаете, я думаю, что у них у всех все в жизни получится. И на самом деле, вот это, наверное, будет отправной точкой их гражданской позиции. Всем мальчишкам не больше 15 лет, но за спиной каждого спасенная жизнь. С такой молодежью, отметил Виктор Зобнев, будущее страны в надежных руках ответственных граждан. Мария Мацавлик, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. В это воскресенье в стране отметят День матери. Героиня нашего сюжета – «Семь раз мама». Кроме того, женщина не собирается останавливаться. С необычной семьей встретилась наша съемочная группа. Вечером, ну да, бывает, устаешь, но ты поспала, и ты опять утром новый. Такой стойкости позавидуют даже те, у кого нет детей. Лилия и Павел в браке 22 года. Как итог – семеро детей. Четыре девочки и три мальчика. Самому младшему ребенку полтора года, старшему – 21. Он утром у меня возит девочек в детский сад на работу. Вот он меня в этом плане прям бережет, чтобы я утром не ездила. Он сам девочек увозит. А я с малышкой и со старшими ребятишками остаюсь. Ну а так, если она по больницам куда-то еще что-то готовлю. То есть для меня это… Я сам из многодетной семьи, восемь детей у моих родителей, для меня это не страшно. А ведь когда-то у пары не было своего жилья, даже когда уже было четверо детей. Лилия и Павел жили у родителей. Сегодня мечта о своем доме уже исполнилась. Вот она сейчас вырастет, а вот еще надо. Ну, по крайней мере, супруга прям выживает. Мне хочется, да, мне хочется еще маленького. Просто я понимаю, что потенциал, он вообще не исчерпан. Это настолько тебя вдохновляет на что-то, то есть на какие-то развития, еще что-то делать. То есть они тебя стимулируют постоянно. Ты не сидишь. Накануне губернатор наградил семью юбилейной медалью Алтайского края в преддверии Дня матери. Но, как считают супруги, самая главная награда в их жизни – дети. И на семерых они не собираются останавливаться. Когда она говорит, что, наверное, беременна. У меня, конечно, вначале как бы прилив крови, что потом как-то вот все равно, как это умиротарение, радость, что я это увижу. Мне нравится по животику гладить, когда там кто-то есть. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Новый год в Барнауле, скорее всего, пройдет без главной елки. Об этом пишет сайт Амиттелл со ссылкой на мэрию города. Ранее власти уже сообщали, что празднований на традиционной площади Сахарова не будет, потому что площадь останется проезжей. Из-за непростой ситуации на дорогах мэрия решила сохранить важную артерию. За сутки Сахарова пропускает 23 тысячи машин. В последние недели горожанам говорили, что выбирают для елки другое место. Теперь же сообщили, что альтернативы не нашлось. Арбат слишком маленький, вблизи площади Советов, первая горбольница и жилые дома. Возможно, от установки елки отказались из-за стоимости мероприятия 7 миллионов рублей. А это неплохая сумма, которую можно сэкономить для городской казны. Но это все не означает, что праздника не будет вовсе. Для школьников Барнаула готовят новогодние представления. Их зрителями станут больше 40 тысяч младшеклассников, рассказал председатель городского комитета по образованию Андрей Муль. В целях безопасности родители на представление пускать не будут. Сейчас проходит подготовка работников комитета по образованию, дежурных педагогов и полицейских. Ну а краевую столицу уже сегодня посетил российский Дед Мороз. Он отправился в свое путешествие из Великого Устюга на поезде 22 октября. В его маршруте более 130 городов, а это более 33 тысяч километров. О визите Деда Мороза в Барнаул расскажет Юлия Щепина. Несмотря на холодную погоду, на Барнаульский вокзал встретить Деда Мороза пришло несколько тысяч человек. Волшебник поприветствовал собравшихся и показал свои сани, вернее расписной поезд. В нем 19 вагонов, в одном из них резиденция. Однако увидеть ее удалось далеко не всем. Нужно было заранее купить билет, стоимость которого 1950 рублей на ребенка и 2450 в сопровождении взрослого. За эти деньги ребята прошли квест в вагоне сказочной деревни, попили чай в буфете бабушки зимы и получили подарок. Очень забавные персонажи. Дед Трискун, Дед Мороз, Снегурочка. Очень интересные картинки. Надо падуть на них, они активируются, то есть будет картинка, изображение. Мне очень понравилось, все очень интересно, пряник очень вкусный. Это такая сказка, ко мне он уже 7 лет не приходит, но я не перестаю в него верить, потому что я очень люблю волшебных существ. Я изучила многие Деда Мороза, Пернеэль, Санта-Клаус, Яха Паскуэра, Кэшбаба и так далее. К слову, билеты раскупили все. Велико желание народа посмотреть на парня в халате. Кстати, сфотографироваться с персонажем можно было, но тоже за деньги, 500 рублей. Работали и вагоны свободного посещения, лавка и ресторан, сам паровоз. А также каждый желающий мог отправить письмо Деду Морозу с пожеланием подарка под елку. Тебя как зовут? Тимофей, то есть Игорек. Тимофей или Игорек? Тимофей. Тимофей, а ты уже придумал, что ты хочешь на Новый год от Деда Мороза? Да. Что хочешь? Диножавра. Затем поезд отправится в Карасук и Омск. Путь предстоит долгий. В Великий Устью Дед Мороз вернется только 15 января 23 года. Заметно богаче. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Я напомню, для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Но через несколько секунд о погоде еще раз. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова